Снова добрый вечер. Наша недельная глава, глава Вайера в книге Баришит. И мы сегодня поговорим очень интересные вещи. Будем говорить про ангелов. У нас есть много ангелов в нашей главе. Точнее, много у нас ангелов, которые приходят к Авраму, ангелы, которые идут в дом, ангелы, которые в доме спасают лота и так далее. То есть мы сегодня займемся ангелами. И вообще встречи, и вообще все этим рассказано. Есть очень много интересных. Есть куча-куча вопросов к этому рассказу. Есть куча-куча пушиот, то, что называется, то есть несостыковок. Есть некоторые более известные, менее известные. Мы сегодня будем разобраться и на фоне этого снова разобраться, какие два испытания прошел Авраам и как они связаны с вещью. То есть связаны с определенными качествами Авраама. Окей. Итак, у нас начинается недельная глава с очень интересного момента. Скажем так, стик первый говорится так. И явился ему Господь в Дубараве Мамрей. Кстати, где это Дубараве Мамрей? Кто знает? Нет, Хеврон. А он сидел при входе в шатер во время зноя дневного. То есть в принципе Всевышний явился Аврааму там, где он сидел во время зноя дневного. И тут же сразу идет следующее. И он возвел очи свои, видит вот три мужа, стоят возле него. И увидел, он побежал навстречу им от входа в шатер и поклонился до земли. И сказал, то в переводе тут владыка. По-настоящему, когда тут фраза, которая появляется, нужно еще разобраться, что это владыка и о чем еще идет речь. Потому что это множественное, единственное число. Там наверно написано слово Адунай. Оно может переводиться как господа мои, господа, то есть как работай, как сегодня говорят работай, а можно как имя Бога, владыка. Но сейчас мы разберемся. Если я обрел благословение в очах твоих, то не пройди мимо раба твоего. Пусть возьмут немного воды, омойтесь ноги вашей прикла и прислонитесь к этому дереву. Окей. Какая связь между двумя этими частями? Явление Господа и потом эти мужики, которых он видит. Про них не скажут, что ангелы. Пока он видит мужчин. Есть действительно в комментаторах несколько направлений. Есть те, которые четко знают. Есть те, которые известны. Допустим, комментарии Раши. Многие его знают, думают, что так оно и было. И не знают других комментариев. В принципе, говорит Раши, что Всевышний раскрылся перед Врамом, потому что он пришел сделать бипурхулим. Он пришел проведать больного Врама, потому что Врам до этого, это третий день после обрезания. Поэтому Врам немножко еще сам болезненный день. Кстати, это правда. Третий день после обрезания обычно сам болезненный. Это я знаю по себе, потому что у него обрезания делали более взрослым в зрелом возрасте. Оказалось, по моим друзьям, которым тоже делали в зрелом возрасте, они тоже подтвердили, что третий день. В любом случае, Аврагам сидит, его приходит, проведает Всевышний, говорит Раши. Но по-настоящему нам неизвестно, что он явился, о чем они говорили, зачем явился, что в этой встрече произошло. И даже если он прошел проведать. Почему? Потому что сразу же Аврагам переклинивается на трех мужей, которые появляются и, в принципе, приврывают свою, скажем так, встречу со Всевышним и обращается к этим гостям, которые приходят. Сразу же понятна проблематика с этим комментарием. Многие так и объясняют, не задумываясь, где проблема. Проблема в том, что получается, что вообще нет никакой связи между первым стихом нашей «Гладельной главе» и вообще продолжением всего рассказа дальше. То есть вообще связи никакой. И понятно, поэтому даже задается вопросом Хискуни, он говорит, что мы ни в одном месте не нашли, в каком-то месте, где сказано «Байера». То есть Вашиня является, открывается, и что после этого нет никого-то разговора. Поэтому как может быть? То есть как бы это оторванно, с никого-то разговора ничего не происходит. То есть Вашиня явился, и все, переходим на ангелов. И пошел весь рассказ с ангелов. Другое направление, можно сказать, даже 180 градусов от этого, показывает Рамбам, маймонит. По его мнению, он говорит так. Говорит, в любом месте, где в Танахе упоминается видение ангела или разговор ангела, это не то, что происходит в реальности. В реальности никого ангела нет. Это пророческое видение или сон. То есть никогда общение с ангелами не происходит в реальном времени или в реальности. То есть получается, в принципе, то, что Всевышний раскрылся перед Аврагомом, это и есть начало пророческого видения. И дальше Аврам видит это пророческое видение с тремя ангелами. То есть тогда получается, что как бы первый стих это хлаль, то есть общая, и потом идет объяснение. Всевышний раскрылся, то есть Всевышний начал вести пророческое видение Авраму, и это то, что он видит в пророческом видении. То есть в реальности ничего не происходило. То есть если бы, скажем так, сторонний зритель бы пришел и посмотрел, то он бы видел, что сидящего Аврама под деревом больше ничего. И ничего не происходило. То есть все это происходит, все-все-все-все-все с этими ангелами, все это не в нашей реальности. Все это видение, все это видение, по-моему, не равно. Все это видение. Не, он говорит, это или ма-ре-не-вуа, или халок. То есть или видение пророческое, то есть видение, то есть как бы, или это сон, когда человек видит ангелы. Кстати, Рамбан дико взрывается на это. То есть Рамбан, раби-мушен-бен-нахман, не принимает этот комментарий и не готовы это понять. Кстати, Рамбан приводит, как он понимает Рамбан. Он говорит так. Рамбан объясняет, как Рамбан это говорит, что вот сначала, то есть нам стих рассказал, что Всевышний раскрылся в его видении пророческом. И как это было поведение. То есть он поднял свои глаза, и вот он видит трех человек. То есть это есть то видение, которое раскрылся Всевышний. Теперь. Рамбан категорически не согласен с Рамбаном. Он даже более, то есть он на него нападает, даже страшными словами ругается. Вплоть до того, говорит Рамбан, То есть это вещи, которые полностью отрицают написанное, их нельзя слушать и даже верить. То есть так говорит Нахмонид. Вообще, в принципе, мы не будем заходить в спор между Рамбаном и Нахмонидом, в спором, то есть с точки зрения философского комментария писания. Маймонид читается этим, скажем. Он, правда, не первый, кто это сделал. Это началось еще во времена Гаонов. Но Маймонид продолжил ту школу, с нее развил и так далее. Когда комментарий, он философский на Микра. Еще Расаг написал, Расаг написал, Расаг написал, что когда какие-то вещи, написанные в Танахе, они не соответствуют логике и простому пониманию, нужно понимать, что это аллегория. В момент. Но я не буду заходить. Отдельная тема, огромная, которая потом развелась вплоть до войны против книг Рамбама и так далее, так далее. Рашба, наложение бойкота на изучение философии 20 лет. Ответ Меири из Прованса. Рашба, говоря ему, что извини, потому что в Провансе очень сильно развили этот философский комментарий, где он говорит, из-за меня, дорогой друг Рашбам, правда, мне друг называют очень-то жестко, ты у нас равен Испании, вот там вот и распоряжайся. А в Провансе ты у нас никто. Ну, неважно. Тема сама по себе интересная, но к нашей недельной главе не готовится. В любом случае, мы видим, Рамбан говорит так. Рамбан говорит так, что это введение, которое он видит. Как же Рамбан, который не соглашается с Рамбамом, как он это объясняет, он говорит так. Он говорит так. Было раскрытие Шхены перед ним, и были ангелы. Как это работает? Он говорит, зачем Шхена раскрыть? Раскрытие Шхены, то есть божественного присутствия, это приз. Это такой приз за то, что Рамб послушал Завета и обрезался. Где мы этот приз встречаем? То есть у нас есть пример, например, в книге Вайкра в главе Шмени, что на восьмой день, когда народ Израиля сделал, как полагается, Всевышний показал свою Шхену тут великолепно. Раскрылся. Они увидели, как его великолепие Шхены спускается. Это как бы такой призм увидеть Всевышнего. В каком-то смысле. Это одно было. И ангел. Получается, что Рамбан, Нахманин, в принципе, идет с Раши, что нет связи между тем первичным видением, которое видит Авраам, и тем, что из-за тебя ангелы разные вещи. И снова появляется вопрос Хискуни, которому победили. Стоп. Если он их видел и так далее. То есть когда Всевышний появляется, он что-то сказать должен. А он ничего не говорит. По этой причине. Это проблематика. Короче, проблема понятна. Обозначили. Давайте дальше. Есть продолжение. То есть это с первыми стихами. В продолжении нашей недельной главы проблемы только продолжаются. Давайте приведем две из них еще. Первое, например, когда описывается видение, то, что сказал, то есть когда Авраам видит ангелов, то и происходит обращение ангелов. Давайте прочитаем, что вы поняли. И поднял глаза свои и увидел. И вот три человека стоят перед ним. И увидел и побежал к ним от входа в шатер и поклонился им до земли. Я сказал ему, господин, то есть владыка, господа дорогие, если я нашел приятие в глазах твоих, то не пройди мимо раба твоего. Авраам обращается с словом «однут», то есть, да, которому может быть два объяснения. Граша два объяснения приводит. Это может быть, то, что называется, обыкновенное обращение к ангелам, а не к имени Бога. То есть, в принципе, он говорит им, господа, прошу. Но в этом случае у нас непонятно, почему он сначала говорит во множенном числе и потом переходит в единственное, если обрел в глазовине в очах твоих. Есть те, которые на это объясняют, то есть, да, есть те, которые объясняют, что сначала он обратился ко всем ангелам, а потом перешел к тем, кто у них самый главный. Он к ним обратился. Окей. Второй комментарий, который приводит Раша, это действительно имя Бога. И в этом случае он говорит, как бы, тут уже как бы есть какое-то объяснение, то есть, что произошло с тем Богом, который раскрылся. Он увидел этих ангелов и он обращается к Всевышнему. Всевышний называется, пожалуйста, то есть, да, я извиняюсь, но у меня тут гости. То есть, да, то есть, не серчай. То есть, да, то есть, не обессудь на отрабатывая его. То есть, да, а я тут пойду займусь этим. Комментарий очень интересный. Действительно, то есть, те, которые выводят, что, типа, такой разговор был, снова приводя Раш, его один из комментариев, из этих двух, которые... Проблема в том, что наглость хорошая. То есть, наглость второе счастье. Ты говоришь Богу, знаешь, что, постой, здесь я пойду с мужика, встречу мужиков. То есть, да, как бы... Вы кого-нибудь... Это все равно, что... Смотрите, я просто объясню, где... Проблематик. Человек, который стоит на молитве в синагоге, в молитве Амеда. Имеет ли он право, то есть, кто-то зашел в синагогу, тут очень важно ему, там, типа, выразить это. Нет. Почему? Потому что он стоит перед царем в Амеде, не в пророческом, то есть, раскрытии Всевышнего перед ним. А тут Авраам, говорит, извини, у меня тут более важный. Проблема. То есть, нужно понимать, что это явно не очень легко. Но, скажем так, то есть, Авраам был настолько, то есть, за гостеприимство, до такой мощи, то есть, до самопожертвования. Ну, и Всевышний, как бы, и тот. В любом случае, есть другая проблема. Проблема в том, что сразу же после этого он сказал, а я возьму кусок хлеба, он обращает, смотрите, это все одна фраза. Сказал владыка, если я брел головение в очах твоих, не пройди мимо раба твою, пусть возьмут немного воды, а мойте ноги ваши, прослонитесь к этому дереву, а я возьму кусок хлеба. То есть, не разворачиваясь, переходит снова на множественное число и начинает говорить, я на самом деле. то есть, вот эти переходы, перескоки очень проблематичны. Проблема? Проблема, которую мы еще обезначили. Есть еще одна проблема. Вторая, которую мы обезначили, это по поводу количества. У нас, он видит трех, правильно? Трех? Трех. Совершенно верно. Следующая, то есть, Бакфер и Каббата, следующая глава недельная, глава, то есть, по разделению, 18 глава, то есть, книги Баришида, 19 глава книги Баришида. Смотрите, что происходит. И пришли два ангела с дом вечером, а Лот сидит во вратах с дома. А где еще один делся? Правильно. Есть действительно такое объяснение, что тот третий сделал свою функцию и ушел. Есть такой комментарий. В чем проблема? Где это написано? Нигде не обозначено, что третий ангел куда-то уходит. То есть, они уходят, ангелы, и вдруг двое их. То есть, они уходят, и вдруг двое. Где третий? Правильно. То он с двумя миссии ушел. Все кромячально прекрасно. Но где написание того, что он ушел? Куда? Почему не написали, что он ушел? Почему не написали, что два ушло? Почему не написано, что два пришло? Проблема? Проблема. Все прекрасно и замечательно. То есть, эти проблемы приводят к тому, что мы, нам тяжело. Но они все, эти проблемы решаются легко и просто, если мы обращаемся к комментарию Рожбама, внуку Раши. Рожбам говорит, и он приводит гениальный, очень простой, но очень гениальный, то есть, это, скажем так, седус, то есть, объяснение. Он считает, что один из трех ангелов и есть Всевышний. Один из трех ангелов, который пришел, это Всевышний и два ангела. То есть, в этом видении, которое он видит. И открылся ему Всевышний. То есть, он написал, и явился ему Господь Дубра и Мамре, он сидел, приходил в шатер. Как? Он увидел трех людей, это явился Всевышний. То есть, так он им раскрылся. И тогда все нормально, есть разговор. И он пишет дальше, обратите внимание, во многих местах, то есть в Торе, не только в Торе, когда появляется ангел, его называют шхина, то есть божественное присутствие. Как написано, написано, в книге Шмо написано, ибо имя мое внутри, то есть стана народа Израиля, а там это ангел, то есть шхина. То есть, посланник Всевышнего, это как? Он сам. Веяр малах Ашем, и лаак белебат, эш метоха сне. Когда говорит Всевышний, с Мошера Бейну, из несгорающего кустарника, как сказано, и увидел он ангела Господня, который говорит ему, сердце огня внутри те куста. Кто с ним говорил там? выкатувшем, 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 выярошемки сарлеру, и сказано, там увидел Всевышний, что он испугался, отошел. То есть, оказано, появился ангел, а говорит кто? Всевышний. То бишь, иногда ангел, то есть, Всевышний появляется в этом пророчестве, то есть, является в виде ангела. Или ангел, то есть, как бы, мощь, силы, которую посылает Всевышний, но это, в принципе, он как бы ангел, он как бы символизирует, он представитель Бога, то есть, как бы, соединяет. Он присутствие Бога сейчас здесь. Таким образом, смотрите, действительно, в многих местах мы видим действительно небольшое стирание граней между Всевышний, между ангелами. Так описывает Рашбам, что здесь произошло именно это. Здесь именно произошло, что Всевышний раскрылся с помощью ангелов. И таким образом раскрытие трех людей это как бы описание, то есть, Вейар и Лава Шем, то есть, показался он Всевышний, то есть, да, это появился. Как это было? Увидел трех ангелов. То есть, так это произошло. И тогда, и к нему, кстати, тогда можно понять, почему он обращается к господа. Как мы это можем еще увидеть? Кстати, что нам доказано очень красиво. Авраам к ним бежит, принимает их как полагается, и тогда эти три человека, которых он видит, обращаются к Аврааму, говорят ему, что? и сказали они ему, где сара жена твоя, и он сказал, вот шатрик. Нахон, что происходит? Тогда обращается ангел, который представляет Всевышнего, и говорит, и сказал он, ангелы, где твоя жена, и сказал он, «Я возвращусь к тебе в это же время и будет сын у сары, жены твоей». А сара слышит у входа шатер, который позади него, Авраам же, и сара были старые, пришедшие в лета, и было так далее, и так далее, и так далее. Что происходит? Сара слышит, что сказал ангел, как сказано, в сара шумат петахоя. И она как реагирует? Сара внутренне рассмеялась. Внутренне. Вититзахак и сара. И засмеялась сара внутренне. Засмеялась. Сказав, после того, как я составилась, будет у меня молодость, да и господин мой старый. Это он уже комментарий сюда всунул, причем комментарий рашен. Вот. И что происходит? Ангел, который представляет Всевышний, задался вопросом и сказал Господь Авраам, отчего эта смелость сара сказал, неужели действительно рожу, ведь я состарилась. Если что, непостижимое для Господа, к тому сроку возвращусь к тебе в следующем году у сары сына. Это говорит Бог, что я вернусь и у сары сына, тот, кто сказал до этого, то есть ангел, я приду и скажу, то есть это, у сары сына. Окей. Обратите внимание, есть очень интересное, то есть Сара, то есть как бы он обращается, это что такое? Она не говорила такого, не смеялась. давайте попробуем. Есть спор между гостем, то есть если мы взглянем, то есть это, скажем, я вас уже умными сделал, но если вы почитали до этого, то есть глазами, что видите, есть спор между человеком, который пришел, то есть гостем, и Сарой. Смотри, как он проходит. То есть Сара не понимает, кто перед ней стоит. Поэтому она пытается, она отрицает внутренний свой смех. Тот ангел, который представляет Всевышнюю, что он говорит? Он же, если представляет Всевышнюю, то есть Всевышний. Всевышний у нас видит, куда? Насквозь. Кстати, из-за того, что он пытался отказать, так это не было, мы объясняем, что он смеялась внутри, потому что иначе вы слышали, то есть он по голосу говорил, Абрам бы слышал. Теперь, тут получается, она пытается, то есть как бы опровергнуть, то есть это, но он знает, потому что это Всевышний, и он ставит правду перед Сарой. Ты смеялась? Вот. И это просто гениальное доказательство, что Рожбам прав в своем комментарии. Потому что если Всевышний не является одним из ангелов, то вообще непонятно, то есть и он раскрывается отдельно Абраму. То как его Сара, то есть как Сара слышит его вопрос, а что это Сара смеется? Всевышнего. Он рассказал Абраму. Как она слышит, что он говорит Абраму? Это значит, говорит вслух человек, который сидит, тот, который представился ангел, то есть который ангел представился, она его слышит. То есть получается, а если она ему скажет, стоп, 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 а может быть он раскрылся Всевышний. И Саре Аврааму, тогда Сара должна понять, что все-таки жена, которая живет с пророком, и как бы у самой пророчески, то есть есть задатки, она должна понять, стоп, это пророческое видение, то есть я веду Всевышнего, тогда что она будет отмекиваться? Она не поняла, кто перед ним. А говорит Господь. Окей. После этого направляются, кстати, между прочим, таким образом, то, что как раз вам объясняет, это выкладывает нашу главу вот так вот, все идет по маслу. То есть дальше идет все по маслу. После этого обращаются, то есть ангелы идут своим путем, а ангел, который представляет Всевышнего, остался. Почему он остался? Чтобы сообщить Аврааму, что он будет уничтожать вздом, если это сам Всевышний. То есть ангел. Таким образом, что мы читаем дальше. И встали оттуда те мужи и стремились взор на вздом, Авраам идет с ним проводить их, и Господь сказал, утаю ли я от Авраама, что я сделаю? Авраам должен быть, стать народом великим, могучим и благословляться все народы с земли. То есть в принципе, на этом этапе действительно, то есть группа трех людей рассекается, и другие два ангела спускаются в вздом, а ангел, который представляет Всевышнего, остается здесь. То есть мы читаем и обратились, оттуда мужи пошли в вздом, Авраам еще стоит перед Господом. Они остались поговорить. И вот тогда мы видим, когда ушел ангел третий. Где мы это видим? Мы это видим дальше, после того, как весь этот спор происходит, то есть да, да, нет, сколько вздом и так далее, когда Всевышний соглашается, окей, десять, если будет праздника, преимуществляем. Мы читаем, и пошел Господь, когда окончил, говорится, Авраам, Авраам же возвратился в свое место. Все, третий ушел. То есть в принципе получается по рожбаму вся-вся-вся-вся-вся-вся эта встреча разложилась по полочкам. Шикарно разложилась по полочкам. Но мы должны задаться еще не вопрос, который стоит, задаться вопрос, то есть понять, что происходит. Интересно, Авраам сразу догадался, кто перед ним, эти трое, что они в принципе ангелы, один из них представляет Бога, или нет? Смотрите, в начале главы вроде бы Авраам понимал, видишь, думает, что это простые люди. Да, простые люди, поэтому с ним занимался всевозможными законами, то есть вещами, которые связаны с гостеприимством. Там, мыть ноги, сесть, еда и так далее. С другой стороны, на определенном этапе он понимает, Авраам, ага, что перед ним, то есть таким образом раскрылся Всевышний. Интересно, то есть, да. И если это так, потому что если это не так, прошу прощения, то как он мог с ним разговаривать о том? Он понимает, что Всевышний. Теперь, когда это произошло? Когда произошло, что Авраам понял? Скорее всего, это началось тогда, когда имя Всевышнего впервые появляется в нашей главе. Когда? И сказал Господь Авраам, отчего он смело ссорал. То есть, на этом этапе впервые появляется имя Бога. Кстати, вы правы, что действительно в описании, то есть, он говорит постоянно именем одну, а описание Торы говорит, то есть, про самого Всевышнего имени его Гавая, то есть, его сущность. Это очень интересно, постоянно это тоже играет. В любом случае, тогда, когда Всевышний прямым текстом говорит, что через год он к нему придет и так далее, в принципе, здесь Авраам точно понял. Правда, интересный вопрос, который можем поднять. Кстати, можем обратить внимание. Кстати, когда Авраам встретил же ангелов, уже идет игра. Вот это слово Адунай, оно начинается с Адуни, который переводит на Камакс. Таким образом, становится, он играет словами, он понимает. Мой господин, сомневается, можно даже сказать, но, в принципе, он уже идет к тому, что он понимает, и поэтому в его фразе уже, когда он и то, и другое, здесь есть то, что называется игра слов для того, что и туда, и туда. И имя Бога, и вроде как бы обращение к людям. Также я сказал, обре внимание, когда Всевышний постоянно обращается и говорит, он постоянно появляется Аднут, 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 то есть, прошу прощения, Гавая, Гавая, Адут, то есть, четырех мук на имя, а когда Авраам обращается, он постоянно Аднут, то есть, господин, 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 и так далее. Это очень интересный момент, который стоит обращать внимание. Кстати, есть еще очень интересно похожее с Гидоном тоже, но когда он тоже сначала не понимает, потом понимает, что Всевышний, но это отдельная тема, мы в нее входить не будем. Окей. Под конец нас еще очень интересный момент я хочу обсудить. Зачем это было? Зачем, в чем весь смысл, вся ценность этого раскрыть? Таким образом. Зачем все это делалось? Почему Всевышний раскрывается в виде людей перед Авраамом, обыкновенных людей? Почему? То есть, в принципе, здесь есть две вещи. Во-первых, сообщить Аврааму, что у него родится ребенок. Ицхак. И вторая вещь, сообщить ему про сгон. Почему бы это все вместе не сообщить Аврааму в пророческом видении? Да, Всевышний раскрывается Аврааму в пророческом видении и говорит, слушай Авраам, так и так, у тебя будет сын, поздравляю. И я вот тут с домом буду уничтожать. Все? Зачем вся эта игра с этими ангелами, с этими людьми, в виде людей и так далее? Таким образом, скорее всего, именно протекание самого этого рассказа критично для понимания, то есть, в принципе, для понимания его двух частей. Дело в том, что обещание Аврааму потомства в нашей голове, дело в том, что в прошлой голове уже обещано было, но там другой аспект, явно завязано напрямую с аспектом его гостеприимства и меры милосердия. То есть, Хесед, Авраама и его на этом это завязано. И здесь он получает то, что он занимается гостями и так далее, отдается полностью эмоционально и физически и так далее, то есть, за это Авраам получает обещание, что он получит потомство от него, Ицхака. Таким образом, нельзя было дать ему это обещание без того, чтобы, то есть, прямо на прямом раскрытии. Ему нужно было показать эту систему, ему нужно было подстроить эту систему, где раскроется его поведение, которое, в конце концов, заслуживает дать ему Ицхака. Это было одно из испытаний. С другой стороны, когда в течение этого рассказа, становится понятным, что перед ним Всевышний, и ангел и так далее, то есть, Авраам становится перед следующим испытанием, вторым. Когда он слышит, что с дому придет конец, он будет молчать, услышав о постановлении Всевышнего, или теперь, когда он понимает, что перед ним Всевышний, он попробует изменить ситуацию. Как мы это читаем здесь, Господь сказал, утою ли от Авраама, что я сделал, Авраам ведь должен стать народом великим, могучим, и им благословятся все народы земли. И дальше мы читаем, и сказал Господь, вопль, седомский, и аморейский, во велик он, и грех их тяжел он весьма. И так далее, и так далее. В принципе, это испытание точно противоположное предыдущему испытанию. В первом испытании Авраам должен, в принципе, должен, то есть проверяется Авраам, и то есть как он ведет себя, думая, что ангелы именно люди. Во втором испытании его, раскрывается его отношение с домом, зная, что перед ним уже ангелы, которые могут повлиять. Таким образом, мы видим, что Авраам выдерживает второй экзамен тоже. Он действительно начинает скорить для того, чтобы повлиять. И, в принципе, получает согласие Всевышнего на условия, которые он поставил в конце концов. Правда, это не помогло, но не важно. Есть интересная фраза между первой частью и второй, то есть перед тем, как Всевышний считает, то есть первая часть, когда рассказывается про ангелов, он принимает и так далее, и потом решение Всевышнего рассказывает ему про всю эту идею с домом, который он с собой уничтожен. И описание, в принципе, второго испытания, разговора, когда он рассказывает про уничтожение с домом, и что делать с этим Авраам. Там появляется фраза, которая вроде очень интересная. Ибо я избрал его для того, чтобы он заповедался нам, своему дому, своему, после себя соблюдать путь Господень, творя добро и правосудие. То есть, делать милосердие, вообще правосудие, дабы Господь доставил Аврааму, что сказал о нем. Интересная вещь, то есть, да? Из этого выходит очень интересная вещь. потомство обещает цеврагаму на базе того, что он заповедует своему потомству делать дздака у мишпа, милосердие и правосудие. Теперь, вот это вот соединение между милосердием, дздака и милостью, с одной стороны, соблюдение правды, абсолютной, тотальной, мишпад, правосудие, с другой стороны, это, в принципе, скажем так, краугольный камень избрания вообще Аврааму. Именно из-за этого Авраам был избран. Из-за этих двух вещей. И это раскрывается в этих двух рассказах. И то, и другое дздака, милосердие раскрывается в его отношении к людям, гостям, которые пришли, к ангелам, а мишпад раскрывается, то есть правосудие раскрывается в его споре со Всевышним про сддом, во втором испытании, где он говорит простую вещь халил али хамя асотки не дай бог тебе это сделать, убить праведного злодея. Судья всего мира не будет делать правосудие. То есть здесь соединяются его два испытания. В одном испытании милосердие, в другом испытании мишпад, правосудие. И он соединяет эти две вещи вместе. И это, в принципе, избрание Аврааму. То есть это как бы закрывает весь этот разговор, и весь эту идею с ангелами. То есть ангелы раскрылись, и вот это все видение с ангелами так или сяк было сделано именно для того, чтобы раскрыть эти два особые характеристики Авраама, ради которого он избран, ради которого ему дается потомство, и ради которого вообще все было задумано. Из-за которых родился народ Израиля, который тоже должен вести эту задачу нас от здака мишпад, правосудия, милосердие, правосудие. Это как бы центр всего. Это базис, это краугольный камень. Из этого все выходит. На этом мы разобрали этот интересный, скажем так, момент, в котором куча проблем, но Рожбам нам дал очень красивое, скажем так, разрулить эту ситуацию и понять, что здесь происходит вообще. На этом мы заканчиваем. Тем, кто нас слушает в записи. Всего хорошего. До новых встреч. Продолжение следует...